Всем привет! Вы на канале ArtMoto, меня зовут Игорь и сегодня у нас на обзоре стильный, красивый и яркий скутер Fado M9, объемом двигателя 150 кубических сантиметров. Данный скутер зарекомендовал себя у наших клиентов уже как надежный, красивый и ресурсный аппарат. В его внешнем виде сразу выражаются красивые LED фары, ближние и дальние габариты уже полностью выполнены в LED. Также красивый и яркий глянцевый цвет. Вся палитра цветов есть у нас на сайте, ссылочка на сайт будет в описании под этим видеороликом. Нажимайте кнопочку купить, с вами свяжется в ближайшее время наш менеджер, ответит на все интересующие вас вопросы. Вопросы по доставке, покупке, рассрочке, все он вам ответит, подскажет, чтобы вы приобрели данный аппарат и уже получали удовольствие от его эксплуатации. По особенностям также это установлены сразу отсек для установки кофра, приборка, информативно понятная, все тут довольно просто. Тахометр, спидометр указывает общий пробег данного скутера, время после запуска двигателя и осадок топлива. Пульт выполнен классически, как и на всех скутерах. Данный скутер оборудуется кнопкой электростартера и запасным кикстартером. Хорошо, что сразу есть удобные ниши для того, чтобы вы могли сложить телефон, какие-то мелкие вещи, чтобы они не были в карманах и не мешали вам управлять скутером. Так и на всех современных скутерах, бардачок под сиденьем открывается при помощи ключа. Здесь мы видим немаленький бардачок, где вы сможете сложить все ваши вещи. Горловина топливная, таким движением она открывается, заливается только бензин сюда. Масло не домешивается, масло заливается отдельно. Из особенностей данного скутера мы видим здесь воздухозаборник. Соответственно, из фильтр-бокса у нас выходит шноркель, который ведет непосредственно под сиденье, где идет забор воздуха. Благодаря этому, грязь, которая идет от заднего колеса, не попадает в фильтр. Он не так сильно забивается и его можно меньше обслуживать. Но проверять его все равно нужно. Не забывайте это при проведении планового ТО вашей техники. Это сохранит вам деньги и ресурсность работы вашего скутера. Также видим ножку для кикстартера для запуска. Установлена центральная подножка, боковая. Вы сможете в любое удобное вам месте его установить так, чтобы он не упал, никуда не уехал и вы были в этом уверены. По двигателю. Двигатель установлен с честным объемом 150 кубических сантиметров. Скутер довольно резвый. Максимальная скорость данного скутера проверена на практике до 100 км в час. Комфортная скорость крейсерская порядка 70-80 км, исходя из задач, которые он есть. Двигатель также оснащен принудительным воздушным охлаждением. Здесь располагается рядом щуп для проверки масла. Он же является масляной горловиной. Скутер идет двухместный. Мы видим, что сидение довольно большое. Выделено два места позиционных. И для пассажира есть дополнительные ножки, чтобы во время движения водителю не мешать и ему было удобно. Я с ростом 1,85 метра. Удобно размещаюсь на этом скутере. Не мешает поворачивать. В городе ездило, у него было довольно удобно и маневрено. Поэтому, если ваш рост составляет 1,85 метра, 1,87 метра, вы можете уверенно рассматривать этот скутер для приобретения. Люди с более низким ростом будут здесь чувствовать себя еще более уверенно. На этом наш обзор закончился. Если вас будут интересоваться какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Переходите по ссылке в описании на наш сайт. И предлагайте, какую технику вы хотите увидеть у нас на обзоре в комментариях. Всего хорошего. Все будет артмота. Все будет артмота.